всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я сегодня к вам со своими птичками и немножко хочу поделиться опытом как нужно проводить профилактику болезни птиц особенно очень хорошие болезни это как цидиоз вот поэтому сейчас мы с вами посмотрим моих птенцов которые у меня уже подросли сейчас я вам покажу расскажу чем кормлю чем пою все остальное а вот и далее поговорим о профилактике кокцидиоза ну вот ломан браун сегодня 13 число вот нам две недели вот нам две недели а вот мы такие так вот выглядим у нас уже все пёрышки хорошие хвостики хорошие на и вам надо показать как-то так поближе они очень пугливые это не брейлера не боятся всего но по сравнению с ломан white то по моему мне кажется они немножечко поспокойнее а вот тут вот 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 две недели расклёба у нас никакого нет значит там кушаем и кушаем и пока еще от нуля до пяти недель там вот идет значит корм глазовский вот такая кубка видите вот она такого размера а вот вот жердочка они любят на жердочке это же все таки куры до будущее вот вот жердочка ведь они все на жердочке сидят красавчики такие вот малыш я сейчас немножечко вам их поснимаю стоит у меня здесь поилка им хватает одной вот такой банки но я же меняю до постоянные и вот чтобы чистая вода была значит все последний день сегодня у меня пропойка кальций борглуканатом 3 миллилитра на 1 литр воды а вот и уже начнем мы начну парить от кокцидиоза или вспомнила от кокцидиоза значит стоп кокцидом у меня вот там схема есть по схеме прямо вот ну вот видите они какие-то беленькие есть какие-то рыженькие может конечно не передает камера так вот пока видите дверь открыла и вот ну слежу аккуратненько чтобы они у меня не выпрыгнули они такие они могут новые для съемок просто я открыла сейчас я хочу показать вот видите крылышко темненько вот это наш наш одноглазый джо где ты там вот он вот он оба глазика вот этот у него глазик не видел правый где крылышко все а видите все шейка нормально глазик хорошо вот он носится у нас да вот и умница моя вот и умница моя да такие они прикольненькие вот значит ну все можно закрыть сейчас я вам показала сейчас я прикрою иначе я боюсь что они у меня могут могут они у меня выпрыгнуть так значит здесь у меня тоже еще одна камушка стоит но здесь видите лампа вот тут вот да у нас вот она да здесь лампа здесь у них тепло значит они здесь спят спят кстати ну вот не снять их спящими потому что только за ну захочешь они упугливые вот они спят прям вытягивают лапы шею все распластались легли вообще очень-очень интересно получается вот значит но все равно он лампа включилась потому что у меня вот здесь вот все таймер сработал на лампа включилась так сейчас камеры сфокусируется ага вот значит ну кормушку я все равно здесь поставила вот хотя здесь они кушают меньше меньше там потому что две кормушки не входит там не так жарко там они кушают температуру убавляю постепенно уже будет до 26 вот но потом еще убавлю через два дня и в общем доведу к трем но к месяцу примерно доведу до комнатной температуры это будет уже около 20 градусов так хотела показать увидите вот решетка да так как лапки маленькие сверху лежит еще одна решетка вот она вот она видите потом ее можно убрать эту решеточку и там еще под низом одна решетка есть так значит закрою здесь у нас здесь у нас лоточки вот видите сделаны видите тут там постелена пленка и туда вот у нас помет я потом раз и убираю все пленочка убрала все почистила лоточек вытряхнула вот так вот муж сделал 4 лоточка очень удобно очень хорошо но вы тут знаете да что у меня стоит рассада тут под низом значит ну и тут у меня опять все заставлено а муж делает вот видите опять уже заготовки у него на 2 бруда кормим и глазовским вот такой вот предстартерный комбикорм для яичных кроссов сейчас они едят кстати вот этого мешка мне я покупала на тех хотя я их и привезла они были большенькие уже но мне пришлось этот мешок купить вот они те ели и этим хватит до пяти недель еще тут его килограммов пять наверное еще есть вот но в общем глазовский мне нравится вот такой ну все чувствуют себя нормально вот сейчас вот так вот они видите вот там они живут вот так они бегают там значит там что еще я делала я дала еще витамин 3 вид обычный масляный витамин конечно я понимаю у кого большое стадо дать его очень сложно потому что дается он в клювик каждому индивидуально но у нас и сами видите моё стадо небольшое всего у нас 20 этих голов у нас и внизу 20 вот опять будем там пересаживать и опять и тех 3 видом по капельке прямо в ротик большим по две капельке 3 вид стоит и дешево он недорогой там на пузыречек 80 100 рублей на долго на очень его хватает вот мне он очень нравится у нас цыпленочек болел прошлый год и мы его этим 3 видом вылечили вот ну и в общем вот так вот вот так вот а мы живем тут зерно жуем вот показала вам малечки какие были какие мы выросли да вот тут на вас да не тут кушают и там кушают ленты эти вот и горят им этого камера еще кажется будто бы тут очень светло нет света такого нет это камера еще так передает вот а вообще свет такой знаете легкий это у нас и купленные значит такие не знаю вот муж а вот вот сейчас я вам покажу фикс прайсе так вот такие ленты вот она такая видите все она уже сделана вот такие вот ленты стоит она не дешево стоит она по моему 299 ночи 300 рублей вот но они так и такой желтенький у них свет падает а вот и она очень такой рассеянный свет хорошенький и совершенно их и не напрягает ну вот посмотрели моих значит птичек да хочу вам сказать сразу что сейчас вот сегодня второй день как я их пропаиваю профилактику провожу от кокцидиоза вообще что такое кокцидиоз да это заболевание кур желудочно-кишечного тракта а потом начинается уже заболевание полностью всех внутренних органов у кур вызвано простейшими это кокцидии вот кокцидиоз кокцидиоз птица чувствует себя вяло крылья опущены но обычные до признаки такие перо такое знаете вся зерошина все жмется потому что они мерзнут все жмутся они какому-то теплу где-то вот ищут плохо едят сразу отсутствие аппетита сначала не пьют потом все пьют 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 зоб раздувается у них а вот в общем в конце концовку и птица падает но естественно понос понос под конец у них уже происходит с кровяными прожилками но чтобы нам этого ничего не знать не дай бог никогда не допустить хозяйстве конечно нам нужно провести вот именно профилактику от кокцидиоза в принципе для цыплят если вот я провожу профилактику для всей птицы до для брайлеров достаточно одного раза для кур вот я сейчас право провожу в маленьком возрасте да и потом через год могу провести снова профилактику от кокцидиоза и кокцидиоза у меня никогда не бывает вот так вот скажем да значит там препаратов в море море всяких различных причем вам хочу сказать что пропойка антибиотиками еще чем-то кокцидии не убивает антибиотики уже применяются вместе с препаратами от кокцидиоза только в том случае когда уже птица заболела все уже ей плохо тогда да антибиотики не убивают и кокцидии поэтому нужно препараты те используют которые действительно предназначены для ум вот уничтожения вот как циги тех простейших которые вызывают кокцидиоз значит я больше всего пользуюсь вот таким стоп кокцидом у вас он но мы камера видите фронтально у вас опять неправильно прочитается я вам просто говорю стоп кокцид причем два с половиной процента это именно для птицы он еще есть стоп кокцид пять процентов там не для птицы там для кролики крупно рогатый скот свинину и ну и тому подобное для птицы именно нужно стоп кокцид два с половиной процента что я вам хочу сказать по цене но я не знаю у кого конечно как у всех же по-разному да вот это вот видите я даже не убрала 180 рублей стоит 10 миллилитров вот этого препарата так как у меня птицы будет много в этом сезоне но по крайней мере я так планирую сам препарат срок годности у них у него довольно таки большой часа мы посмотрим я смотрела вот этот например до 25 года да и причем если даже вы открыли потом храните в холодильнике все нормально сыруя ногу срок годности никуда ничего все хорошо препараты нормально себя чувствует и содержит да значит а там есть шприц идет там идет пузыречек вот такой вот вот он у меня уже открыт значит так как птица начала говорить будет у меня много то я заказала ветлечебница вы такие препараты купите только ветлечебница вето в этом зоомагазинах вернее у вас препаратов таких не будет вето аптеках есть то есть препараты можно продавать только ветеринарных вот аптеках или ветеринарных и поликлиниках зоомагазинах запрещено при палок такие препараты продавать поэтому да не ищите зо их нет значит я заказала 100 миллилитров и вы понимаете вот это 10 умножаем на 10 1800 до а 100 миллилитров всего 800 рублей то есть целая тысяча экономий это я думаю вообще шикарно получается и очень-очень как бы для нас до прилично выглядит шприц идет можно померить значит я вам сейчас расскажу как я провожу профилактику тут есть схема конечно да в листочке все написано там схема по как проводить но есть там несколько дней по эти там и доза маленькая а есть следующие значит три миллилитра на 1 литр воды восемь часов в день два дня подряд вот эта доза меня очень устраивает я 6 утра им ставлю вот этот препарат маленькие которые птенцы вот у меня сейчас которых вы видели им литра хватает на оба дня вот 20 голов на оба дня значит те птенцы которые у меня сейчас находятся вот ломан уайт до которые побольше уже я им не проводила профилактику от коксидиоза не делала и я им развела на большее я в поилке по вилкам у меня 7 литров я развела на в общем на 3 литра 3 литра воды я сделала и на восемь часов но в принципе они вчера половину выпили я потом поставила ну свежую обычную воду да и по сегодня снова 6 утра поменяла и опять лекарством поставила до двух часов дня то есть восемь часов должны быть лекарства вот этого вполне как бы достаточно от такой страшной болезни она может у вас выкосить вот понимаете сразу молниеносно ну 80 процентов точно стада вот все что вы купили все что вы приобрели все что зачем выходите коксидиоз просто у вас уничтожит поэтому не пренебрегайте обязательно обрабатывать от коксидиоза всю птицу обязательно все профилактику провели и душа как говорится на спокое и спокойненько дальше кормим птичку главное конечно у птицы это чистота чистая вода и хороший качественный комбикорм что значит я кормлю видели да я уже не один раз говорила я кормлю глазовский мне нравится вот для индюков я уже приобрела мариеловский посмотрим его хотя мариеловский значит мариеловский вот эти вот корма я кормлю брейлеров кормила им кормила после месяца мне очень нравилось очень хорошо росли брейлера и кур и корни сушек я кормлю и глазовским когда-то кладку покупаю и вот этим вот там значит мариеловским по поводу пурин уже не один раз говорил что я не знаю про пурину корм американский дорогой для меня дорого мне легче купить вот препараты и их значит пропоить и меня смущает что в курине находится сразу антибиотики мне это не нравится не всю птицу нужно антибиотиками пичкать зачем это надо лично это мое мнение и поэтому я как-то вот мне надо чтоб корм был чистый а добавить что-то не добавить это уже буду решать я сама в процессе да допустим сейчас вот видите от бор глюканатом уже пропованы да сейчас вот к акцидиоза я сейчас и пропою и все хорошо забыл сказать что пропойку я делаю примерно в двухнедельном возрасте хоть и говорят что в четыре уже четыре восемь суток уже может заболеть цыпленок акциозом поэтому если у вас цыпленочек находится в тепле и все ну что ж он должен почему в четыре восемь суток заболеть акциозом ну я считаю что это неправильно вот а когда уже цыпленочек начинает находиться где-то на выгуле еще что-то да у нее он уже где-то схватил в почве что-то вот заразное раз и к акцидии проснулись они проснулись и все процесс пошел чтобы они у нас не проснулись мы пропаиваем стоп к акцидам вот и все я надеюсь что моя информация была кому-то полезно те кто содержит большое хозяйство знают об этом и их учить не надо им говорить об этом не надо у них все это давно отработано конечно больше моя информация маленьких хозяйств касается и тех кто только решили завести допустим птицу я вам все равно советую даже если вы привезли птицу где-то взяли уже побольше пара пойти и и от кокцидиоза обязательно но что потом у вас не было проблем все на этом заканчиваю свое свое видео вот всего вам самого доброго самого хорошего не забудьте оставить комментарии внизу нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующие мои видео ну и конечно подпишитесь те кто это еще не сделал а я как всегда желаю вам всего самого доброго с вами была ваша татьяна пока пока